Профсоюз работников образования написал открытое письмо председателю Единой России Медведеву. Учителя возмущены тем, что их принуждают к участию в праймере с партией реальных дел, причем не только самих педагогов, заставляют замазаться в этой грязи. Их обязали, подчеркиваю, именно обязали, втянуть воны и родителей учеников. В случае принуждения поддержать ядросов зафиксированы в Крыму, в Севастополе, в Башкирии, в Петербурге, в Алтайском крае, а также в Калининградской и в Омской областях. К слову, что примечательно, с Омской областью очень интересная история вырисовывается. Губернатором там трудится член справедливой России Александр Бурков, и по логике вещей админресурс должен быть направлен на партию, которую представляет глава региона, то есть на СР, а нет. В его администрации активно топят за ядро. Это все, что нужно знать о так называемой системной оппозиции. Они вот ходят перед каждыми выборами, голову вам морочат, мы, мол, против голубых проходимцев. А на деле вот так вот. Конечно, праймерис это еще не выбор, это момент в избирательной кампании, когда народу как будто бы предлагается принять участие в избрании кандидатов от той или иной партии. В праймерис проводят далеко не все политические структуры, а оно не обязательно вообще. Но уже даже на этом этапе мы смогли в очередной раз убедиться, что лжецы в привычной для них манере опять будут шельмовать. Начали сейчас. А в сентябре-то точно химичить станут. Потом опять рисовать сядут, врать про какую-то колоссальную поддержку людей. Мерзавцы уже все обгадили, все, что могли. А потом удивляются, почему их выборам народ не доверяет, а их самих ненавидят. Начинаем. Тему с коронавирусом давно не поднимали, а меж тем на уходящей неделе вокруг этой замечательной истории снова разразился скандал. Во вторник стало известно, что власти Якутии издали распоряжение, которым фактически обязали народ прививаться. То есть взяли, да и их объявили. Вакцинацию обязательной. Хочу зачитать кусочек из пропаганды о том, как чинуши объясняли это свое решение. И так, обязательной вакцинацию сделали в связи с тем, что люди не горят желанием прививаться. А между прочим, темпы заболеваемости увеличиваются, по словам чиновников. Этот момент меня особенно умилил, по словам чиновников. Не обратили внимание, в последнее время, когда в России начинают говорить о короне, в качестве основного и зачастую единственного аргумента приводят именно этот, по словам чиновников, я уже даже начинаю подумывать, что это какой-то новый юридический термин. И честно, оно меня заставило, действительно заставило задуматься. А ведь и правда, друзья. Что мы с вами знаем о реальном положении вещей с этим вирусом? Ну, каждый день, заходя в Яндекс, мы видим какую-то, кем-то написанную цифру плюс 3000 заболевших, условно. А попробуйте просто поискать концы, что это за цифра, откуда она взялась, кто ее озвучил, компетентный ли это специалист. Впрочем, я это за вас уже сделал, цифру дал. Какой-то ноунейм из какого-то ковидного штаба. Где этот штаб находится? Кто в него входит? На основании каких данных в том штабе рисуют вот такие вот показатели для Яндекса? Да хрен его знает. Более того, а вы можете вспомнить, когда, например, по телевизору вам показывали настоящих живых заболевших, интервью с врачами, которые тех больных лечат. Не с дядечками из какой-нибудь там хрен победишь экспертной конторы «Колобок в Москве», а вот чтобы кадры из конкретной больницы. И я не видел. Но я почему-то должен верить этим проходимцам на слово. Слушайте, они ведь во всем нам врут. Так почему в этот раз должно быть как-то по-другому? Самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу, это, безусловно, об этом говорят специалисты не только в нашей стране, а во всем мире, это широкая вакцинация. Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер, тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно. Кстати, а знаете ли вы, что по итогам прошлого года на ковидной теме в мире образовалось 10 новых долларовых миллиардеров? На вакцине, ребятишки, приподнялись за год плюс 10 долларовых миллиардеров. А сколько еще миллионеров возникло? И эти вакцины продолжают создавать, создавать, создавать. В России вот уже опята и болтают. Причем во всех случаях на данные удовольствия тратятся бюджетные деньги. Простите. А с какого перепугу? Я еще могу понять, когда за счет казны сделали одну первую вакцину, ну, якобы о национальной безопасности речь шла, потому что... Ну, почему налогоплательщики 5 препаратов должны оплачивать? Ага, а потом какой-то хорек на этом лавы делать станет, дабы пополнить список Форбс. Хорошо устроились? Это реальная журналистика. Из полей по-прежнему доносится печаль. Поехали. Хорошая новость для простых смертных. С 1 июля на 6,5% вырастут тарифы ЖКХ. Рады? А в Совете Федерации тем временем предупредили о том, что коммунальная инфраструктура страны находится на грани развала. 60% сетей изношены в некоторых регионах. Эта цифра достигает 70 и даже 80%. То есть там практически полностью все пришло в упадок. Как заявил сенатор Шевченко, сети, доставшиеся нам по наследству от СССР, давно не отвечают требованиям энергии, эффективности и экономичности. При этом денег в региональных бюджетах на их модернизацию нет. И вот тут я бы хотел сказать, стоп, давайте просто выдохнем, переварим услышанные, начнем задавать правильные вопросы. Первое. А при чем тут региональные бюджеты вообще? Если мне не изменяет память, структуры, работающие на рынке ЖКХ, у нас давным-давно либо частные, либо переведены на хозрасчет. Поэтому какие деньги из бюджетов или как бабло собирать, ребятишки? Значит, самостоятельные бизнесмены и не считайте прибыль в чужом кармане. Ага. А как вложиться в обновление тех сетей? Ой, государство и налогоплательщики, помогайте. Могу я поинтересоваться, с какого перепугу мы вообще должны оплачивать расходы этих горе-коммерсантов? Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Второй момент. Давайте честно. И мы, и государство и так достаточно помогаем коммунальщикам. Два раза в год правительство по их просьбе дает добро на рост тарифов, как вот сейчас. Нас никто при этом не спрашивает, мы платим. Исходя уже из утвержденных цифр, причем не важно, кризис на дворе или режим самоизоляции объявлен, когда вся страна не работает и сосет лапу, коммунальные сироты все равно свои деньги получают и неплохо получают. Ну вот я, например, за квартиру меньше чем в 60 квадратов в Екатеринбурге плачу зимой практически 10 тысяч рублей. Чуть меньше мрота в год. 120 получается, я один столько выкладываю. А в нашем доме 144 квартиры. Вы считаете, это огромные суммы на самом деле. В Уфе стартовал громкий процесс по иску прокурора республики. Надзорное ведомство требует обратить в пользу государства многомиллионные доходы бывшего замминистра ЖКХ Башкортостана Ильдуса Мамаева. Несметные богатства, как полагается... Вообще, коммунальный бизнес во всем мире это самый прибыльный бизнес. Он самый рентабельный, самый непотопляемый. Ему любые кризисы, не кризисы. Ну, хотя бы потому, что человек в 21 веке может обойтись без лишнего батона колбасы. Без лишнего куска сахара, без новой пары обуви. И, наконец, без света, без воды, без туалета он не обойдется. Без тепла зимой тоже. Тогда почему от российских коммунальщиков мы постоянно слышим одно, да потому, ой, сети изношены, ой, денег нет, ой, советское наследие не отвечает современным требованиям. 30 лет в этом году исполняется, как Советского Союза не стало, что они делали все эти 30 лет. Ну, и чтобы не на грустной ноте, вот сейчас поближе к народу, друзья, служба информации ФСО России провела опрос среди предпринимателей. Знаете, что выяснилось? Почти 80% бизнесменов в нашей стране считают, что вести дела в РФ небезопасно. Законодательство великое и могучее не способно защитить коммерсанта от необоснованного уголовного преследования. То есть люди уверены, что их бизнес в любой момент могут отобрать, сфабриковав, например, на человека дело. Вдумайтесь в эту цифру. 80% предпринимателей так считают. Того же мнения придерживаются, кстати, 60% адвокатов и юристов. 20% прокуроров. Вот это поворот. А Путин с его халуями-пропагандистами нам горбатого лепят о том, что на Руси-то жить хорошо. Лопочут с завидным постоянством. Хотите, как в 90-е? Да даже в 90-е. У коммерсантов больше уверенности в завтрашнем дне было? Подняли, блин. Страну с колен бедоносцы? Ладно, переваривайте. А это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже ждут. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.